Тихо. Тамплиера услышат. Я останусь с ним и помогу. Дальше пойдёшь один. Канаты приведут тебя к ловушке, которую мы установили. Обрушь смерть на головы врагов. Тихо. Редактор субтитров А.Семкин Даdas Да Субтитры подогнал «Симон» Назад воины! Назад! Субтитры подогнал «Симон» Обрушь смерть на головы врагов! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Моя нога! Субтитры подогнал «Симон» Я останусь с лифтом и помогу Дальше пойдешь один Канаты приведут тебя к ловушке, которую мы установили Обрушь смерть на головы врагов! Моя нога! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ты помог нам дать отпор Роберу Его силы разбиты, и он еще долго не посмеет беспокоить нас Скажи мне, ты понимаешь, почему сейчас ты добился успеха? Ты слушал Но если бы ты слушал тогда в храме Соломона Всего этого можно было бы избежать Я поступал как приказано Нет, ты поступал так, как тебе хотелось Малик все рассказал мне Ты свернул с нашего пути Что вы делаете? У нас есть закон Нас не было бы, если бы мы не подчинялись кредо ассасинов Три простых правила, которые ты забыл Но я напомню Первое и главное Не позволяй клинку поразить невиновного Я знаю И не позволяй себе говорить, пока я не спрошу тебя Если ты знаешь это правило Почему ты убил того старика в храме? Он был невиновен и не должен был умереть Твоя наглость не знает границ Найди в своем сердце смирение, дитя Иначе я вырву его голыми руками Второе правило дает нам нашу силу Скрывайся на виду у всех Стань незаметным одним из толпы Помнишь? Нам не рассказали, что ты выдал себя Привлек к себе внимание до того, как нанес удар И третье и последнее правило Нарушив его, ты совершил самый страшный поступок Никогда не подставлять под удар братство Нельзя причинять вред братству своими действиями Но то, что ты сказал Поставило нас всех под угрозу И что еще хуже Ты привел врагов в наш дом Все, кого мы потеряли сегодня На твоей совести Мне жаль Поверь Но я не потерплю предательства Я не предатель Твои действия говорят о другом Ты не оставляешь мне выбора Мир над тобою, Альтаир Он приспосабливается намного лучше, чем все остальные Я все еще вытаскиваю его Он пробыл там слишком долго Подожди Мы слишком далеко от того, что нам нужно Рисковать нельзя Как насчет еще часа или двух? Почему бы нам не обсудить это в конференц-зале? Дадим Дезмонту размять ноги Я не понимаю, зачем Уоррен, пожалуйста Хорошо Мне не нравится, что ты споришь со мной На носах углений Этому есть нормальность Но в Жене я субординат А мне не нравится, что ты хочешь убить его Прежде чем мы закончим работу Этому есть название И название это глупость Люди Это не мое решение Не я устанавливаюсь просто Но я достаточно умен, чтобы не спорить Ты же не хочешь покончить Ты же не хочешь закончить, как Лейла? И название это глупость Люди Это не мое решение Не я устанавливаю срок Но я достаточно умен, чтобы не спорить Ты же не хочешь закончить, как Лейла? Я знаю, что ты в случае всех переполошил И поэтому у нас нет времени возиться с ним Если ты будешь нажимать слишком сильно, он закроется И у нас ничего не останется У нас ничего и нет Но будет Надо верить в свои силы Отлично Но я хочу, чтобы ты нашла способ держать его там дольше Мы не можем прерываться каждый раз, когда он чихнет Нам и так приходится смотреть всю эту бесполезную чушь Я сделаю, что смогу Дьявол, даже не переодеться На сегодня все, мистер Майлз Сейчас вы вернетесь в комнату и отдохнете Майлз Вдохнете Майлз Вдохнете Черт, они заперли дверь. Просыпаться и видеть, что вы стоите надо мной, немного жутковато. Смотрели, как я сплю? Мы всегда наблюдаем за вами, поднимайтесь. У нас много работы. Кого же мне придется убить сегодня? Я думаю, обойдемся без надменности. Ваши предки шли почти верным путем, мистер Майлз. Если смерть нескольких злых людей может спасти тысячи, это лишь малая жертва. Почему почти верным? Они зашли недостаточно далеко. Веду аналогию. Коррупция словно рак. Если вырезать метастазы, но не тронуть источник, то ты всего лишь оттянешь время. А излечение можно добиться лишь систематическими мерами. Химиотерапия, Дамас. Обучение. А вернее, переобучение. Но это нелегко. И не всегда работает. Дайте догадаюсь. У вас есть идея получше. Что же это? Так я вам и сказал. Вперед, мистер Майлз. Мистер Майлз, не тяните. Я готова. Вы можете использовать незаметные убийства, чтобы... Я жив? Но вы ударили меня. Я чувствовал дыхание смерти. Ты видел то, что хотел показать тебе я. А потом ты спал сном мертвеца. Сном младенца в чреве. Чтобы переродиться и проснуться. Для чего? Ты помнишь, Аль Таир? Ради чего сражаются ассасины? Ради мира. Во всем. Да. Во всем. Недостаточно остановить насилие человека над человеком. Мир должен быть и внутри людей. Не бывает одного без другого. Так сказано. Так и есть. Но ты, сын мой, не обрел внутреннего мира. Это проявляется в твоей грубости и самоуверенности. Разве не вы сказали, что ничто не истина и все позволено? Ты не понимаешь, что означает эта фраза. Ее смысл не в том, что ты можешь делать все, что вздумается. Это знание, которое направляет нас. Оно требует мудрости, которой тебе не хватает. Так что же будет со мной? Можно было бы убить тебя за то, что произошло. Малик считает, что это справедливо. Твоя жизнь. За жизнь братьев. Но так бы мы потеряли время и твой талант. Сейчас ты лишен всех приберегий и своего звания. Ты вновь стал новичком. Ребенком. Как в тот день, когда впервые пришел в наш Орден. Я предлагаю тебе искупить вину. Заслужить путь назад в ряды братства. Вы что-то задумали? Ты должен доказать, что помнишь, как быть настоящим ассасином. Хотите, чтобы я забрал жизнь? Нет. Пока нет. Для начала ты вновь станешь простым учеником. Но зачем мне это? Твои цели за тебя выслеживали другие. Но с этого дня ты сам будешь искать их. Как скажете. Именно. Итак, что я должен сделать? Нас предали. Кто-то помогал Роберу Дассаблее. Кто-то из нас. Ты должен найти его и привезти ко мне для допроса. Что вы знаете о предателе? Я рассказал все, что мне известно. Остальное – твоя задача. Продолжение следует. Остальное – твоя задача. Кому лесу, твоя задача. Мира и покоя, Альтаир Ты на моем пути Да, Альмуалим попросил меня напомнить тебе, как мы выслеживаем жертву Я знаю, как это делается Возможно, но у меня приказ Тогда поскорей Ассасины используют несколько методов поиска Знаю, мы можем подслушивать, красть или выбивать сведения силой Именно так Значит, я должен выявить предателя, используя эти методы? Да, начни с деревенского рынка Там мы заметили его в первый раз Ты знаешь, кто это? Возможно Тогда скажи мне имя, и мы закончим Нет, так не получится Ступай И помни Начни поиски с деревенского рынка Ты за собой Больше так не делай Что тебе не ясно? Он точно кого-нибудь шибет Куда он пошел? Чего это он рванул? Так Он, похоже, спешит Чего это он так торопится? Куда это он так спешит? Думаю, кто-то гонится за ним Почему он так торопится? Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Он сошел с ума? Зачем это делает? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Activated ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Ну ещё бы, если так носиться. Не убивай меня! Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Знаю, что ты скажешь. Предатель? Я не предатель. Это Аль-Муалим предал нас. Сегодняшняя атака была первой из многих, что последует, если мы вместе не поднимемся против безумца из Масиафа. Остановим его ложь! Продолжение следует... Хватит! Я скажу! Я скажу! Говори поскорее. Мне не нужны твои игры. Почему ты предал нас? Кому ты служишь? Мы служим тамплиерам! Они сражаются за правое дело! Мы? Джамаль, он рассказал мне об их замысле и приказал открыть ворота. Ты предал нас. Нас, назвавших тебя братом и укрывших от бед. Я сделал то, что считал нужным. И я не боюсь умереть за правое дело. Не мне решать твою судьбу. Это сделает Аль-Муалим. Перемотка на более поздний участок памяти. Тебя обвиняют в том, что ты предал братство и открыл дорогу врагу. Как ты ответишь на эти обвинения? Не отрицаю. Я горд тем, что сделал. И жалею лишь, что мы не добились успеха. Я предлагаю тебе покаяться. Отречься от зла в твоем сердце. В моем сердце лишь истина. Мне не в чем каяться. Тогда ты умрешь. Ты справился, Аль-Таир. И заслужил право вновь носить клинок. Что будет с тем, который ему помогал? Увидим. Кто-то предает из невежества и страха. Таких людей можно спасти. Более же других искажена. Их разум отравлен и испорчен. Каких нужно уничтожать? Скоро мы узнаем, к какому типу относился Джамаль. Я прошел испытание. Что дальше? Прошел. Дитя мое, мы только начали. У меня есть список. В нем девять имен. Девять человек, которые должны умереть. Они как чума. Они разжигают войну. Своей властью они отравляют землю. Из-за них продолжаются крестовые походы. Ты убьешь их. И посеешь семена мира. Как в стране, так и в самом себе. И тогда ты обретешь прощение. Девять жизней в обмен на мою. Думаю, это щедрое предложение. У тебя есть вопросы? Один. С кого начинать? Отправляйся в Дамаск. Найди торговца на черном рынке по имени Тамир. Он станет первой жертвой. Когда прибудешь в город, найди местное бюро братства. Я пошлю голубя, чтобы сообщить Рафику о твоем прибытии. Поговори с ним. Увидишь, он тебе поможет. Если это необходимо. Да. Ты не можешь приступить к заданию без его разрешения. Что? Мне не нужно ничье разрешение. Это потеря времени. Это цена, которую ты платишь за свои ошибки. Ты отвечаешь не только передо мной, но и перед всем братством. Хорошо. Собери снаряжение и иди. Докажи, что не потерян для нас. Аль-Таир, похоже, мои ученики не вполне понимают, как нужно обращаться с клинком. Может, ты покажешь им? Аль-Таир, похоже, мои ученики не потерян для нас. Я! Понимаю, у тебя много дел. Умри, неверный! Понимаю, у тебя много дел. Почему он носится? Что беспокоит его? Очень странный тип. О чем он только думает. В сентяips. Понимаю. Пошел! Продолжение следует... ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Метательные ножи поражают врагов издалека.